Всем привет! Это Бертольд Африканцев и в этом уроке я покажу вам, как добавлять на уровень бронежилеты и аптечки. Скопирую этот ящик, но он в слое предметы, я его разморожу этот слой, выделю ящик и отлечу куда-нибудь подальше, чтобы меня там не убивали постоянно. Скопирую ящик, сюда поставлю его. Итак, бронежилеты и аптечки. Есть два способа добавления бронежилетов и аптечек. Аптечки есть настраиваемые и ненастраиваемые. Итак, ненастраиваемые аптечки, их надо добавить из библиотеки. Жмем Windows, Show Data Base View, и в Entity Library жмем Load Library и добавляем Pickups Library. И в папке Archetype Entity мы имеем папку Pickups Library и в ней папка Pickups Library. Ну вот здесь якобы есть разные бронежилеты и аптечки. Armor 100, Armor 25, Armor 50, Hell 100, Hell 25, Hell 50. Но, насколько практика показывает, это одно и то же. Вот возьмем Armor 100, поставлю. Советую снимать галочки сразу, на всякий случай. Ну мало ли, чтобы тень не оставалась на месте после того, как вы возьмете бронежилет или аптечку. Войду в игру, подойду, вот бронежилет восстановился на 100%. Удалю его, ну достану Armor 50, поставлю. Подойду, ну опять на 100%. Он восстановился. Удалю, ну и Armor 25, поставлю. Ну и вот, та же картина, все равно на 100%. Поэтому, из этой библиотеки ставьте всегда 100% все. И так скопирую ящик. С аптечками то же самое. Так что советую вам из архетипов брать аптечки 100%. Теперь настраиваемые аптечки и бронежилеты. Заходим в папку Entity. Папка Pickups. Вот здесь объект Armor. Достаю его. И начинаю настраивать. Снимаю галочки с теней. И сразу галочку снимаю напротив Awake Physics. Ну, Player Only галочка здесь означает, что его может поднять только игрок. Если галочку снять, то и враги могут восстановить здоровье или бронежилет, подойдя к этому бонусу. Фаде Тайм. Ну, это время, через которое восстановится снова бронежилет. Вот если поставить здесь вот одну десятую. Респаун Тайм. Это время, через которое бронежилет восстановится. После того, как вы его возьмете. Вот поставлю здесь одну десятую. Reload Script. И посмотрим. Ну, это быстро. Одна десятая. Поставлю три секунды. Три секунды. Ну, вот он через три секунды заново появляется. Ну, остальными настройками я никогда не пользовался. Не думаю, что они тут особо нужны. Поэтому обращу внимание только на одну настройку. Вот это как раз те самые проценты, которые мы получим в виде бронежилета. И давайте, было здесь 15 процентов. Выставлю 50. Получили половину шкалы бронежилета. Выставлю 90. Ну, вот 10 процентов не хватает. Жму опять Entity. Достаю объект Health. Ну, снимаю галочки. Away Physic тоже снимаю галочку. И тут то же самое, что у бронежилета. Собственно говоря. Ну, поставлю здесь. Ну, пусть так 50 останется, как тут есть. Ну, пусть будет 60. Так, respawn time здесь. Поставлю ноль. Потому что respawn time обычно нужно ставить в каких-то особых случаях. Если, допустим, вам надо держать оборону где-то какое-то долгое время, там полчаса, допустим, на вас постоянно будут совершать атаки какие-нибудь мутанты или наемники постоянно подлетать на вертолетах. И у вас будет задание в каком-нибудь месте, где-нибудь в ущелье или в каком-нибудь бункере продержаться полчаса, то там вот не помешает поставить аптечки и бронежилеты и выставить там какое-нибудь значение в respawn time. Итак, давайте вернемся к тому мостику и поставим там пару ящичков с аптечками и бронежилетами. Ну, вот на этот вот ящик поставлю. Жму entity, поставлю я сюда, поставлю из архетипов, поставлю я сюда armor. Немножко его разверну, вот так вот, скопирую ящик, поставлю его вот сюда. архетип пейнтити и добавлю сюда аптечку. архетип пейнтити и добавлю сюда аптечку. Сюда я поставлю ящичек. И сюда надо добавить патронов. Так вот я войду в игру и чтобы враги меня не замечали, не обращали на меня внимания, я нажму кнопку AI-physics. Враги начнут заниматься своими делами. Эти будут бродить туда-сюда. Вот этот кадр начнёт ловить рыбёшку. Я войду в игру. И видите, они на меня не обращают внимания. И поскольку у всех тут пистолеты и М4, когда я их буду убивать, я буду получать патроны только для пистолетов и для М4. А у меня тут ещё есть MP5. И хотелось бы получить патроны для MP5. Поэтому я их просто положу сюда, на этот ящик. Выключаю AI-physics. Войду в папку Entity. Папка Pickups. И для MP5 патроны называются Ammo.smg. Вот я их достаю. Привязка к земле. И доставая всё из папки Pickups в папке Entity, всё снимаем. С всего галочки с теней. И галочку с Awake Physics. Обязательно снимаем. Здесь можно настроить. Ну тоже Respawn Time можно настроить. Если надо. Ну вот. В параметре Amount здесь есть количество. Количество обозначает, сколько патронов вы поднимете. Взяв вот этот вот объект. Ну здесь 20. Можно увеличить. Можно просто скопировать. Скопировать. И будет уже 40. И вот теперь хочу сказать вам одну очень немаловажную вещь о папке Entity, о папке Pickups и обо всём, что находится в папке Pickups. В папке Pickups находится всё, что можно подобрать. Патроны, аптечки. Оружие различное здесь можно достать. Которое вы сможете подобрать. Также вы можете подобрать здесь компас, бинокль, взрывчатку. Ну ещё много предметов. Но самый интересный объект здесь. Это Pickup Generic. Сейчас я его найду. Вот он. Pickup Generic. Но сейчас я ничего не хочу здесь такого ставить из Pickup Generic, но эксперимент проведу. Вот достану Pickup Generic. Вот он. Этот Pickup Generic. Видите, ничего нету здесь. Снимаю галочки. Но здесь есть параметр Model. И войдя в этот параметр, мне будет предложено выбрать что-нибудь. Я могу выбрать любой предмет из папки, допустим. Да из любой папки практически. Ну вот, например. Папка Endor. Папка Misk. И вот, допустим, камера. Вот, видите, камера. Фотоаппарат. И вот он появился, этот фотоаппарат. И я теперь могу его, ну типа, подобрать. Пойду в игру. И он подобрался с таким дебильным звуком. Но звук тут можно тоже поменять. Вот. Параметры Sound. Можно выбрать на любой звук. Вот он с этим звуком будет подниматься. Ну, самый распространенный-то звук вот этот. В общем, вы поняли. И таким образом можно создавать любые предметы для подъема, чтобы вы их подняли. Допустим, сделать задание, найдите фотоаппарат с какими-нибудь важными снимками. И вот этот фотоаппарат нужно будет найти и поднять его. Поскольку он сейчас не нужен, я его удаляю. И вот еще кое-что хочу сказать об этих предметах, которые можно поднять. Так называемые пикапы. Все пикапы вроде бы как не проваливаются через текстуры. У архетипов нету даже такого параметра. А вот из папки Entity пикапы у них есть такой параметр. И галочку здесь надо снимать. Но! Вот давайте я сейчас нажму кнопку iFysics, чтобы меня не убивали. Вот я могу что угодно делать, стрелять по ящику, взорвать бочку. И они на месте будут. И тут вот есть такие два момента. Конечно, надо бы ставить все эти объекты так, чтобы было похоже, что они не висят. Но почему-то в редакторе я могу сделать так, чтобы они не висели, а лежали. А вот в игре будет видно, что они немножко подвисают. Вот такой есть недостаток. И еще один момент. Вот я про взрыв сказал. Вот могу даже бросить гранату вот сюда, рядышком. И все равно они на месте. Но если рядом с ящиком упадет какой-нибудь нерк или мутант, они провалятся. Давайте проверим. Скопирую этого... Вот этого гранта. Скопирую. Поставлю сюда. И убью его. И снова... Но это, конечно, не всегда происходит. Матрук лежит. Ну вот, вы видите, прекрасно, что... Один пакет с патронами провалился. Один провалился сквозь текстуры. Вот, попробую подойти и подобрать. Ну вот, он подобрался, потому что он на пол упал сквозь ящик. Вот такая хрень. Так что размещайте пикапы с учетом вот этой вот хрени, вот этого недостатка. То есть желательно, чтобы бойцы находились подальше от тех мест, где располагаются вот эти пикапы, патроны, аптечки и все остальное. Итак, на этом я заканчиваю урок о добавлении на уровень пикапов. Желаю всего вам самого наилучшего, крепкого здоровья. Не забывайте заниматься спортом. И желаю вам удачного модостроения. С вами был Бертольд Африканцев. До следующего урока. Субтитры создавал DimaTorzok